Всем привет! Надеюсь на победу. А вы как-то готовились? Вот у студентов есть приметы, там, пятерку подложить, по пятку, голову не может? Нет, нет, смотрите, к этому готовиться вообще долго. Кандидаты в мэры собираются возле зала заседаний городского совета. Все напоминают студентов перед экзаменом. Они заметно волнуются. Кто-то с улыбками и шутками общается со СМИ, кто-то предпочитает отсидеться в стороне. Есть отличники, которые на экзамен идут как на праздник. Настроение боевое. Есть и те, кто на экзамен очевидно идти не хотел. Решения системные, поэтому здесь основываться на свои личные желания, это, по-моему, самое неправильное. Сперва всех экзаменующихся ожидает жеребьевка. Кандидаты успеют высказать свои пожелания и сделать ставки на то, кто пойдет первым. Я в институте, когда защищал диплом, я пошел защищаться в первый день и самый первый. Я сразу сказал, будет Эдхам Шикаревич первый. Как по заказу Владимира Владимирова, Эдхаму Акбулатову и в самом деле выпадает выступать первым. Все остальные зал покидают. Действующий мэр остается рассказывать, что бы сделал он, если бы ему дали еще пять лет. Красноярск должен быть комфортным городом, высокообразованным городом, безопасным городом, зеленым городом, энергоэффективным, информационным городом. Итак, минут 20 про то, как жить в чудо-городе будет легко и хорошо. И еще минут 20 отвечал на вопросы комиссии. Ух, кажется, отстрелялся. Быстрым шагом Акбулатов зал покидает. Слушать конкурентов он не остается. Ну, безусловно, я волновался. Вы ведь заказывали программу? Кому и во сколько она обошлась, если не считает? Во сколько, я вам не скажу, она обошлась. Но я не скажу, что она дорого, она обошлась. Второй на очереди депутат гурсовета, миллиардер Владимир Егоров. Как студенты покупают курсовые, Егоров купил доклад. В докладе все хорошо. И про бюджет, и про дороги, и про экологию, и критика власти. Все по законам жанра. Видно, что депутат очень хочет в кресло мэра. Наш паровоз не то, что вперед летит, он уже давно не едет. Весь пар уходит в трубу. Юлия Ганусова, как отличница, подготовила и презентацию, и дидактический материал, и тоже много говорила и про деньги, и про дороги, и про транспорт. Теоретическую часть сдала. А вот с практикой возникли проблемы. На вопрос, сколько сейчас стоит проезд, она ответить не смогла. Большой опыт генеральские мундиры чиновника висит в шкафу. А чем именно вы занимались? Занимался имуществом. Загадочный кандидат Александр Южанников в самой программе про недвижимость не говорил. Решил отличиться от конкурентов. Сделал ставку на молодежную политику. Порадовал всех Юрий Тяжельников. Только не самим докладом, а манерой выступления и предвыборными обещаниями. Заявил, что хочет построить метро и сделать Красноярск столицей России. А это без меру амбициозный кандидат от партии КПРФ Андрей Худоногов. Он программу списал у мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Еще один человек, который программу писал не сам, депутат Владимир Владимиров. Он, как мальчик-школьник, понадеялся на одноклассницу-отличницу. Помогала мне там одна женщина. Какая женщина? Ну, наша партия Патриота России. А почему она не выдвинула свою кандидатуру? Ну, не знаю. Она уже взрослая. Вы себе какое-то поставите? Было тяжело. Не, ну я пять с плюсом, конечно. Сложно сказать, рассчитывал ли на пятерку с плюсом следующий кандидат. Глава Советского района Владислав Логинов. Подчиненный главы города. Во всех интервью он намекал. Не так уж сильно он мэром и хочет быть. Вы не хотели участвовать в конкурсе? Я работаю в администрации. У меня есть руководители. И поэтому спрашивать меня, хотел я или не хотел, ну, это, наверное, нецелесообразно. Зато, очевидно, хочет быть мэром десятый кандидат министра транспорта Сергей Еремин. Уверенно зашел в зал, уверенно выступил, уверенно ответил на вопросы. Словно уверен, что мэром он и станет. Система управления городом должна быть такая интуитивная система управления. Тогда будет все очень просто принимать решение. Не надо витать в облаках. Вот сделайте все так же, как у себя дома. На часах уже шесть. Комиссия выставляет оценки. Кандидаты ждут и развлекают себя как могут. Делают групповые фотографии, ведь это исторический момент. Устраивают прямые включения в соцсетях и берут интервью у журналистов. И вот итоги экзамена. Отличник Сергей Еремин, министр транспорта. Догоняет его глава советского района, подчиненный Акбулатова Владислав Логинов. На третьем месте сам Эдхам Акбулатов. И на четвертом Владимир Егоров. Эта четверка и проходит в следующий тур. 24 октября депутаты горсовета кого-то из них должны назначить новым мэром. Если не договорятся, подобный экзамен повторится вновь. Екатерина Лукашенко, Елизавета Курочкина, Николай Чистяков, Владимир Антонов. Воскресные новости ТВК.